Зажигает свет кубок флагов мира, ярче в мире нет нашего турнира. На стадионе Новой Химки развернулось театрализованное представление. Певцы и музыканты, акробаты и черлигеры с ростовыми куклами гостеприимно приветствуют юных футболистов на международном турнире кубок флагов. Более трехсот школьников из Химок, Татарстана, Беларуси и Таджикистана посетили седьмой международный футбольный турнир. Депутат Государственной Думы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поздравила детей со спортивным праздником и началом летних каникул. Ребята, вы играете в самую интересную игру, самую любимую игру не только в нашей стране, не только в Химках, но и во всем мире. Конечно, в спорте победит сильнейший, это правило. Но вы уже все победители, то, что вы сегодня здесь, то, что вы занимаетесь спортом, то, что вы играете. Я хочу вам пожелать интересных встреч, интересных матчей, хорошего настроения и, конечно, огромное количество новых знакомств. Турнир проводят в рамках партийного проекта «Единая Россия. Детский спорт». С приветственным словом к участникам соревнований обратился председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский. Химки по праву являются спортивной столицей Подмосковья. И наш губернатор Андреевич Воробьев особое внимание уделяет развитию детского и юношеского спорта. При его поддержке уже в седьмой раз здесь, в Химках, мы проводим этот спортивный турнир. Всего в соревнованиях приняли участие 28 команд, которые разбили на 8 групп. Каждая из них, только две лучшие, вышли в плей-офф, одну восьмую финала. По словам почетного гостя турнира, главного тренера ФК «Химки» Андрея Талалаева, эти соревнования позволят выявить новые юные таланты. Мы, в свою очередь, попросили тренеров, которые будут участвовать здесь, в школьных, обратить внимание на самых перспективных ребят, взять на заметку и будем смотреть за ними. А в дальнейшем, дай бог, что они попадут в наш молодежный состав, а потом уже в основную команду. В финале международного турнира сошлись футболисты Химкинской школы номер 31 и команды Гродно из Беларуси. Никто не хотел уступать заветный кубок. Соперники поочередно обменивались голами, и все уже шло к серии пенальти, когда за несколько секунд до окончания матча химкинские футболисты смогли разыграть комбинацию и вырваться вперед. Со счетом 3-2 игроки Химкинской школы номер 31 одолели соперников из Беларуси и взяли седьмой кубок флагов. Групповой дам довольно легко было, но потом стыковые матчи, которые произошли в полуфинале, и в финале было очень тяжело, но наша команда справилась с этим. Мы молодцы. Сегодня день был вообще крутой. Я в финале два гола забил. Пенальти мы выиграли. Вообще было очень волнительно. Ну, мы выиграли, первое место заняли. В церемонии награждения, кроме финалистов, приняли участие футболисты еще одной химкинской школы номер 22, которые завоевали бронзу. Также лучшим голкиперу, нападающему и игроку турнира вручили персональные награды. Турнир кубок флагов в Химках стал уже доброй традицией, которая объединяет детей и взрослых из разных стран и регионов России. Вы чемпионы! Вы все чемпионы!